Александр Барабошко. Присаживайтесь, Александр. Добрый вечер, Вова. Гуру социальных сетей, император постов, царь лайков, князь перепостов. Хватит, я знаю, не зарастучно, чего нет. Ты в гриме, все равно. Не буду вину, да? Я, до речі, Александр вирішив, що коли ти та Василь будете виходити до мене в студію, я буду розмовляти з вами українською мовою. Але перед тим, як я... Вже зовсім скоро закон про квоти буде прийнято в другому читанні, і тобі доведеться розмовляти українською не тільки, коли я буду тут, або Василь знаходиться. А якщо хтось тут буде диктувати свої умови, то комусь доведеться шукати нову роботу. Ти диви який, розумний. Вот фразу ты диви який, розумний, я знаю з дитинства, дарача. Но перед тем, как я, собственно, продолжу с тобой разговаривать на украинском языке, короткую новость, ребята, расскажу вам. Значит, в центре Киева, в элитном районе, Печерский район, приземлился возле лицея Печерского вертолёт. Вот такая история. Приземлился вертолёт, который привёз в школу опаздывающего на урок школьника. Вертолёт называется «Робинсайн» А-22 «Бета», принадлежит ООО «Новая авиация Украины» и числится в реестре гражданских воздушных судов Украины под знаком «ЮАСПЦ». Директором предприятия является Назар Загороднюк, а владельцем предприниматель Андрей Пальчевский, который в 2000… Ну, здесь у меня написано, что он в 2009 году был первым заместителем министра спорта, но мы все знаем прекрасно, кто такой Андрей Пальчевский. Это известный телеведущий на одном из центральных каналов, это владелец сети клиник «Евролаб». Вот человек, который собрался лететь в космос, как космический турист за 250 тысяч долларов, и лично не видел, но, по слухам, именно тот Андрей Пальчевский, который на своих руках в 2014 году вынес из СИЗО прямо на Майдан Юлию Владимировну Тимошенко. Класс. Да, ну, реально такая история есть, что именно он это сделал. Я бачу, что в социальных мережах потом писали про то, что это не дитина прилетела в школу, что это снимали какой-то фильм. Ну, не знаю, насколько, как раз версия больше правдива. Ну, может быть, они действительно просто сдали в аренду этот вертолет. Ну, там маленький, размером ставлю. Вот, я, кстати, тоже не совсем понял крики активистов истошные, типа, как на вертолете в Киеве, вы что, вообще, мажоры на вертолетах. Мажоры на вертолетах. Ребята, уже в троллейбусах есть Wi-Fi роутеры, есть 3G в Киеве. Скоро машины начнут летать, придите в себя, причем здесь мажоры. Тем более, что человек совершенно официально, миллионер, все об этом знают. Слава Богу, что на вертолетах они не створяют так пробок и своими кортежами не перегараживают рух. Я не согласен. Я уверен, что вертолеты создают пробки. Летит вертолет и все-таки за рулем. И все так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И все. Так, ладно, Александр, закончили с новостью про вертолет. Давай, что у нас сегодня замечательно? У нас сегодня я сделаю, как обычно, я сделаю подборку новин и социальных мереж. И самые обговоренные, самые скандальные пости, конечно, я подобрал. И предлагаю, чтобы мы их сейчас обговорили. Начинаем мы с того, как Илья Киева сказал, Бог все видит. И Бог видит то, что в Грузии за сбережение наркотиков арестовали сына Деканоидзе. Ты мне испортил следующую новость, которая должна была быть после твоей рубрики. Так? Да. В Грузии арестовали действительно сына Деканоидзе. Давай ее угорну. Хате, но я расскажу об этом попозже. Пизднейше, да? А Киева что, кстати, там? Я не знаю, но Киева же самый-самый эффективный бурет с наркотиками, с наркоманами и с грузинами в том числе. Я, честно говоря, не знаю ни одного примера эффективной борьбы Киевы с наркоманами, с наркотиками, с распространителями наркотиков. Все, что я знаю, что он один раз арестовывал Клозерку. Там закрывал. Да, было таки. Проиграл все суды. А еще видел какого-то варщика винта в городе Днепропетровск, которого задерживал чуть ли не Киева, у которого за спиной висел маленький резной портретик Есенина. Ну там такое училище. Вова, треба сказати, что эффективные у него видеоролики, они всегда на ютубе набирают очень много переглядов. Кого? В Киеве. Серьезно? Ну да. Он пишет, по-моему, смотри, там не поля засевают, а он пишет о том, что в полях между пшеницей… Да. Между пшеницей… О, никогда ж не было такого. 200 лет уже в полях между подсолнухами засевают коноплей. И тут депутат Владимир Олейников узнал… Я в себе только один день на городе таки бачил. Ну бабушка засевала трошки маку для того, чтобы пикти пироги, чтобы не пришла милиция, не выкусила это. Такие я точно бачил, знаю. Поля между пшеницей и коноплю не бачил честно. Можливо, из Москвы виднейше. Понятно. А что в Москве? Ну десь в Росии. В Росии, в Москве, Ростове, я не знаю где. Ясно. Не дуже вникаю в тонкости. Ну, но на этом мы не закинчили. И Анастасия Деева поведомила нас, что в ней сегодняшний ранок начался и зустречу с позитивными женщинами. Ну тут очень важная проблема. Про сняты они говорили и так далее. Далее идут фотографии, в основном, из их встречи. И это встреча Анастасии Деевой с позитивными женщинами. И точно такая же позитивная, в основном, и сама Анастасия. Мы бачим, как позитивно пройшел сегодняшний ранок. А я видел, там еще, кстати, где-то была страничка с комментариями, где Деева пишет. Вот был, значит, была встреча. Деева переписывалась с новой заступником министра энергетики. Энергетики також, мол, была девчиной. Бойка. Да, Бойка, так. Вони переписывались про то, что какая-то исламская делегация я отметил вашу. И как же, очень хорошо, что в Украине… Ну, ты очень корректно перепутал. Израильская делегация, скажем так, не исламская. Ого. Все. Доброе, что я на этом остановился. И если хочешь, можешь продолжить. Нет, нет. Все. А если нет, то мы переходим до наступной новины. На этом неделе Михаил Саакашвили. Он привлекал очень важную аналитику. Но самое интересное, что он поделился постом Олександра Дубинского. Олександр Дубинский – журналіст 1+, и журналіст того самого каналу, про который Саакашвили каждый раз нагадывал, что это заказный канал, что это заказный журналіст. И, в основном, мы можем посмотреть наступные скриншоти. Раз за разом весь минулий рік Олександр Дубинский, журналіст каналу 1+, писал, какой он законченный Саакашвили, какой он плохой, какой он популист и так далее. И вот, если мы откроем послание… Надо Дубинского пригласить в «Люмпиншоу». Если мы откроем Google и напишем Михаил Саакашвили и Дубинский, там просто будет целая история того, как Дубинский писал, какие планы Саакашвили. И вот сегодня… Не сегодня, а буквально на этом неделе Саакашвили бере и говорит постать и говорит… А может быть они помирились? Ну, это, до речи, очень хороший иллюстративный пример украинской политики. Там, где кто говорит, что в украинской политике есть какие-то принципы, что есть какая-то идеология и так далее. Это иллюстрация того, что никакой идеологии нет, никаких принципов нет. Есть только какой-то шкурный интерес. Если он говорит на данный стан, значит все окей, значит вчерашние вороги стоят сегодняшними корешами и все нормально. Понятно. Что еще у тебя есть? По Саакашвили с Дубинским понятно. Понятно, да. Сначала дрались, теперь лупятся в десна. Да. Что, я ничего плохого не сказал, лупятся в десна. Я могу сказать другое слово. Название карточной игры 21, но по-другому 4 букв. Поэтому говорю, лупятся в десна. Есть такая карточная игра, называется очко 21. Кто тут непонятно? Так бы и сразу. Я культурно в десна. Ну, тогда все нормально. Ой, теперь про меня сюжет плохой сделают на один плюс один. А если будет про тебя поганий сюжет, то главное, чтобы про меня не сделали поганий сюжет на один плюс один. Понятно, там наш режиссер уже вывесил какую-то картинку, а мы здесь за тобой какую дискуссию смотрим. Давай мы вернемся. И Ольга Барановська, не знаю кто такая, но сейчас мы узнаем. Пише, лучше бы они работали, а не просто думали о работе. И в комментариях Борис Филатов, мер Днепра, слушно подмечает. Это претензия, товарищ депутат от партии Укроп. И он говорит, а может вы также работаете? То есть народный депутат местного уровня, чтобы лучше работали депутаты национального уровня. Параллельно с тем Борис Филатов за всеми следует. И он говорит, ребята. Про это он даже опубликовал отдельный пост в себе на странице. Он написал, что время от времени я следую за всеми. Есть вариант, что он может следовать в том числе и за нашими сторонками. Ну, хорошо. Класс. Сегодня, кстати, Борис Филатов тоже отличился. Там была какая-то история про байкеров. Сейчас же теплеть начинает. Все байкеры расчехляют свои мотоциклы, все собираются куда-то ехать. И одного из криворожских байкеров позвали на собрание байкерского клуба, в который записан Александр Вилку. Это политический и по жизни оппонент Бориса Филатова. И тот байкер сказал, я не пойду к вам в байкерский клуб до тех пор, пока у вас там записан Вилку. А Филатов пришел к нему на страницу. Блин, вообще бразильская опера какая-то у нас в комментариях разворачивается. И сказал, то правильно. Дело в том, что он не настоящий байкер. Вот я настоящий байкер. Я 110 тысяч километров проехал на мотоцикле 50 стран. А Вилку проехал только Австрию, Санкт-Петербург и считает себя байкер. Короче, если бы ангелы ада узнали, что у нас происходит в байкерском сообществе. И какие здесь богатые старые мужики. У меня это больная тема. Байкер это нормальный мужик в татуировках, который может дать в зубы, еще что-то. А у нас байкеры кто? Крючко. Байкер. Баблишко прямо из ушей сыпется. Борис Филатов. Котлы за 200 штук на руке. Я байкер. Вилку. Они байкеры, ребята. Честно я вам скажу. Да. Продолжаем. Продолжаем далее. У нас есть еще очень интересные пости. Я все опубликовал Игорь Луценко. И он поделился скриншотом. Можно подбирать разные формулирования. Терорист, ДНР и так далее. Олександр Хадаковский. Он там рассказывает, что в Верховную Раду привели милиционеров, какие-то, какие-то, они мали какие-то отношения до него. Ну, короче. Ну, давай вообще плюнем на эту историю. Я, до речи, тоже готовый, но она мала интересный развиток. Я тебе объясню, почему я предлагаю плюнуть на эту историю. Во-первых, две минуты до рекламы. Во-вторых, во всем, что происходит сейчас в Верховном Совете и вокруг Верховного Совета, мне, например, очень трудно определиться в симпатиях, потому что мусора воюют с чертями. Понимаешь? У чертей мандаты, у мусоров стволы и свои корочки. И вот здесь куда ни влез, получается, зашквар. Извините меня за такое. Ну, я просто насмотрелся фотографии из тюрьмы в самом начале программы и из меня потер. До речи, Роман Насиров сказал, когда его запитали, а что же это за фотография? Он говорит, та какая фотография? Это какой-то монтаж. У нас не было в тюрьме фотоаппарата. Не было. Откуда в тюрьме фотоаппарата? Давай, а что там было еще дальше? Ну, там было, Антон сказал Гераченко, что никому не дозволить обманювать. А с собой как-то он пытается разобраться вообще? Я знал, что ты это скажешь. Конечно. Самая большая вружка во всех смыслах, кстати, и в переносном, и в прямом Антон Гераченко. Замечательный персонаж. Но больше радикальным был Евген Дейдей, и он сказал извинения и лишения депутатского мандата. И нам давно начать их воспитывать битами. Я хочу, кстати, Евгению Дейдейу посочувствовать реально. Дело в том, что у человека сегодня случилась драма, очень большое горе. Он сегодня позволил себе оскорбить жену Дмитрия Александровича Корчинского. Серьезно? Короче, не знаю про оскорбления, но Корчинский, это руководитель братства, сказал, что Дейдей наверняка хочет, чтобы ему в рот засунули носок. Серьезно. Очень смешно. Ты просто ехал, ты уже ехал на студию, и этот пост был написан. Класс. Он рассказал, что у жены Корчинского есть рейндж-ровер или ленд-ровер, и она там заступается за поросюка и все остальное, а Корчинский сказал, окей. А Корчинский, до речи, я бы ему больше верил, чем Дейдею Евгению. Но там еще была очень интересная история, что Дейдею пришли и сказали в комментариях, что он фотовоин и освобождал Славянск на Инфинити, а потом еще расстрелял свою машину. И это, как выяснилось, ему сказала человеку, которая сам была в АТО. А мы, кстати, с тобой подозревали, что он сам расстрелял свою машину. Еще раз подтвердилось. Дейдей не остановился, он еще сказал, что Парасюк – это дешевый клоун, а Семен Семенченко… А он дорогой, я понимаю. Вот, по-моему, ситуация, когда дешевый клоун дешевого клоуна дешевым клоуном назвал. Ну, тут очень интересно, что пост Семена Семенченко был. Почему? Потому что мудаки продажные без чести и совести. Он репостнул это Володимира Парасюка. Не знаю, мне удалось, что такой пост очень интересный. Короче, как я и сказал, война милиционеров со сказочными персонажами. У тебя все на сегодня? Если у нас есть… У меня есть еще буквально два остальных поста. Про кого? Давай подивимся. Ну давай, но только быстро, хотя бы минутку. Про Юрия Луценко, как он сказал, что затримал… Ой, прекрасный пост, конечно. Давай расскажи ты про него. Да. В общем, Юрий Луценко сегодня сообщил о том, что задержали бывшего коррупционера и мерзавца, и негодяя из правительства Януковича. Кто он? Напомни мне. Я не помню. Вообще не знаю. В общем, кто-то там в Угргаздобыча… А, Укрспирс, да? Или Укрспирс. Задержали в Лондоне, там все дела. А этот персонаж вывесил в Фейсбуке свою фотографию, где он сидит в баре, пьет и говорит, серьезно, меня задержали. Да вот же я. Покажи тут второй фон. И получилось, что Юрий Луценко попал в неприятную ситуацию. И вот все фотографии. Да. Потом-то развивались события, там кто-то нашел документ, что он якобы заплатил залог, его арестовали. Вот сидит человек себе в баре, отдыхает, газета в руках, сегодняшнее число, никого не арестовали. А это был Александр Барабошко и правительство блогеров, его рубрика. Самые-самые быстрые ведущие рубрики. Саня, спасибо тебе большое. Спасибо большое. Приходи на следующей неделе, Саша, обязательно. Спасибо. 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 Спасибо.